Братья и сестры, поздравляю вас также с Рождеством Иисуса Христа. Одно из затерянных практик современных христиан – это использование катехизиса для наставления в вере. Что же это такое? Что такое катехизис? Какое необычное, незнакомое нам слово. И хотя слово катехизис просто переведено с греческого языка на учение, в истории христианства оно приобрело более официальное значение. Катехизис – это процесс учения с использованием официального документа в вероучении. Это серия кратких библейских и богословских вопросов и ответов, которые были записаны, приняты христианами в истории и были использованы для вероучения, для запоминания и наставления в вере. Например, служители занимались с новыми верующими, которые желали принять крещение и стать членом церкви, именно используя катехизис. Учитель задает вопрос, а ученик должен был на память процитировать ответ. Вопросы пронумерованы, и иногда учитель мог даже спросить, а какой вопрос номер 15 и какой ответ? Таким образом, проверяя память и проверяя знания ученика. С каждым вопросом также были места Писания, которые подтверждали ответ. И учитель мог спросить дальше после ответа, а как мы это знаем? Ученик отвечал, например, 1 Коринфянам 15, 21. В таком процессе ученик знакомился с Писанием и доктринальным учением Церкви. Это происходило и дома. Родители пользовали такой метод катехизиса для наставления своих детей с самых юных лет. Кстати, и сегодня эта практика немного возвращается. Родители начинают снова понимать ценность запоминания в духовном развитии своих детей. В любое время мама или папа могли спросить вопрос, и дети должны были знать наизусть ответ. Один из таких официальных протестантских документов, а есть катехизисы и не протестантские, был написан недолго после реформации в 1563 году в городе Гейлдлберг, Германия. Он так и называется, Гейлдлбергский катехизис. Я хочу прочитать вам три вопроса и ответа из этого документа, как вступление о том, о чем мы будем сегодня говорить. Я прочитаю перевод оригинальный, есть более современные переводы. Вопрос 15. Какого же посредника и Спасителя нам искать? Какого же посредника и Спасителя нам искать? Ответ. Такого, будучи воистину человеком и человеком справедливым, все-таки могущественнее всех творений, то есть не только человек, но и истинный Бог. Вопрос 16. Почему он должен быть воистину человеком и человеком праведным? Ответ. Потому что справедливость Божья требует, чтобы за грех заплатило то же самое человеческое естество, которое впало в грех. Но тот, кто сам грешен, не может искупить грехи других. Вопрос 17. Почему этот посредник должен быть также истинным Богом? Ответ. Потому что в силу своей божественности, он, будучи в человеческом естестве, может вынести бремя гнева Божьего. Может снискать для нас и вернуть нам праведность и жизнь. Катехизис, как и Писание, учит о том, что Спаситель, который пришел, должен быть и человеком, и Богом. Спаситель должен обладать двумя природами. Рождество говорит о воплощении Иисуса Христа. Бог воплотился в образ человека. Иисус – человек Бог, Иисус – Бог человек. У Иисуса Христа две природы. Мы называем это Рождество. Мы называем это воплощение. Давайте мы теперь прочитаем текст Писания, который будет в нашем внимании сегодня. Евангелие от Иоанна, первая глава. Мы прочитаем первые три стиха, потом мы пропустим и прочитаем 14 по 18. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые три стиха. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Что начало быть? Иоанна 1,14 «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о Нем, и восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре очем, Он явил». Главная мысль проповеди. «Вечный Бог Сын, приняв образ человека, придя в мир, открыл занавес и примирил небесное с земным, устанавливая Новый Завет. Два пункта проповеди. Тайна воплощения – Бог стал человек. результат воплощения – человек приблизился к Богу». Тайна воплощения. У меня есть хороший друг и коллега на работе, его зовут Марк, Марку 61 год. Он хочет отработать еще один год и уйти пораньше на пенсию. Всю свою жизнь Марк жил в Америке, и это очень заметно. Он, как говорится, коренной американец. Он очень много знает о американской культуре и работать с ним для меня большое удовольствие. И я думаю и надеюсь, что для него так же, потому что мы многому учимся у друг друга. У нас с ним много проектов вместе, и мы очень много общаемся почти ежедневно. И иногда происходит то, что, я думаю, и с вами происходит, братья и сестры, когда вы общаетесь с людьми другой культуры. Порой я или он скажу какое-нибудь слово или фразу, и это слово приносит ему воспоминания. Воспоминания из какой-либо знакомой песни или фильма. Он очень любит старую американскую культуру, спорта, музыки, фильмов. И порой даже обрывает совещание со мной и включает какую-нибудь песню. Или присылает мне ссылку на какой-нибудь старый фильм, который он вспомнил. И в этот момент сразу чувствуется большой разрыв между мной и им. Он обычно задает тот же вопрос. Ты же слышал эту песню? Или ты же видел этот фильм? Он часто это делает. И я ему напоминаю часто, что Марк, между нами большой разрыв. Ты намного старше меня. А также разрыв культуры. Я не настолько знаком с американской культурой, особенно 70-х или 80-х годов. Тем не менее, я сохраняю его песни, составляю свой плейлист американских старинок, и ему очень приятно, когда я начинаю совещание и включаю песню, которая ему нравится. Почему я говорю это? Между нами и Писанием существует разрыв, который намного больше, чем между моим коллегой Марком и мной. Тысячелетний разрыв времени и культуры. И это не значит, как некоторые либеральные богословы рассуждают, что нам нужно не смотреть на детали Писания, а смотреть и искать только главные идеи и применять только их. Как бы найти слово Бога в Библии, как будто оно не все его слово. Как бы оставить позади культурные и исторические аспекты Библии и сосредоточиться только на том, что понятно для нас, современных христиан. Нет, мы должны трудиться в нашем изучении, правда, братья и сестры? Мы должны поработать, это действительно нелегко, понимать, а что же эти слова значили для людей, когда апостол Иоанн их писал. Именно это должно быть нашим первым вопросом. Когда мы исследуем Писание, сначала, что же это место Писания могло значить для первоначальных, читателей, слушателей и писателей? А потом, что же это место Писания значит для меня сегодня? Если я родился в еврейской семье, в еврейской культуре первого века, для меня бы некоторые слова Ветхого Завета имели бы огромное значение и смысл. Некоторые слова приносили бы определенные воспоминания, определенные переживания, как для моего коллеги Марка. такой эффект для меня и даже больше имели бы имена и качества Бога в Писании Ветхого Завета. И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Из первых трех стихов первой главы Иоанна мы уже знаем, что слово, о котором говорит Иоанн, это и есть сам Бог. Слово, которое было у Бога и было Бог. Это слово, это Бог, это Сын стал плотью. Но в этом тексте есть еще больше, еще более эффективный указатель Божества, рожденного Иисуса Христа. Качество благодати и истины, которые присваивает Иоанн Иисусу Христу в данном тексте Писания, переместило бы слушающих в Ветхий Завет. Это знакомые библейские слова, ведь именно так, только на еврейском языке. Очень часто в Ветхом Завете описывается Бог. Именно эти два качества вместе. Еврейские слова хесед, эмет, порой переведены в Ветхом Завете «милость и истина». Или, обращаясь к Богу, «многомилостивый и истинный Бог». Бог милует и проявляет благодать, но Он и Бог истинный, праведный и верный Бог. Именно эти слова использовались много раз в Ветхом Завете, описывая в Бога. В Новом Завете они переведены благодать и истина. Если я бы родился в еврейской семье, в еврейской культуре первого века, слушая апостола Иоанна, я бы вспомнил, например, 85-й псалом, 15-й стих. «Но Ты, Господи, Божий, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Но я думаю, апостол Иоанн делает еще больше. Я думаю, он обращает внимание слушателей на определенное событие в Ветхом Завете, записанное в книге «Исход». Мы помним эту историю. Моисей поднимается снова на гору Синай после грехопадения народа. И у него удивительная просьба к Богу. Он спрашивает Бога, «Покажи мне славу Твою». Моисей хотел увидеть Бога. И Бог отвечает Моисею. Давайте мы прочитаем это место Писания. Книга «Исход», 33-я глава, с 18-го стиха. Книга «Исход», 33-18. «Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Еговы пред Тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал Он, «Лица моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю Тебя в расселине скалы и покрою Тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, Ты увидишь меня сзади, и лицо мое не будет, видимо». А теперь, как это происходило, 34-я глава, 5-й, 6-й стихи. «И сошел Господь в облаке и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил, что же возгласил Бог сам о себе? Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Снова эти два качества сам Бог говорит о себе, но более того, Иоанн тоже говорит о славе. Моисей хотел увидеть славу Бога. И увидел славу Бога, но увидел несовершенную, прикрытую славу Бога. Что же пишет Иоанн? «И слово стало плотью и обитало с нами полное или совершенное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца Рождество. Воплощение Иисуса Христа намного славней, чем даже Синай, говорит апостол Иоанн. Иоанн. Почему? Потому что то, что было сокрыто, то, что было несовершенно открыто, теперь стало явным и совершенным. Иоанн говорит, «И мы, включая себя, видели славу Его». Бог пришел к людям в славе, и люди видели Его. В чем смысл? Почему Иоанн обращает внимание слушателей именно так? Когда мы говорим о Рождестве, мы много говорим о Новом Завете и о Боге Сыне. Ведь это Он пришел, и это Он принял человеческую плоть, ведь Его положили в Ясли, в Вифлееме, ведь к Нему приходили пастухи, к Нему приходили волхвы, но Рождество намного славней и намного более таинственней. Мы мало думаем о Боге Ветхого Завета, который пришел. Мы мало думаем о Боге Троице во время Рождества, правда? Бог Сын, Бог Отец, Бог Дух Святой, которые были и есть вечно, которые активно участвовали в Рождестве. Иоанн говорит о Сыне, который от Отца. Сын, который всегда был у Отца, это Он пришел. Вот почему Он говорит и о Иоанне Крестителе, который свидетельствовал о Сыне. Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. Сын, Который пришел вечный, несотворенный Бог всей Библии, Который всегда был и будет вечно. Иоанн говорит, Сын, Который пришел единородный от Отца, одного рода с Отцом. Единственный и уникальный от Отца тот же Бог благодати и истины. Качества Отца являются качествами Сына. Качества Сына являются качествами Отца. Как никейский символ веры твердит, веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу. Это Бог воплотился. Это Сын пришел от Отца. Это Сын был послан Отцом. Как трудно нам осмыслить славу Рождества. Как не хватает слов, как не хватает связей в нашем мышлении, остается поклониться, прославлять и изучать, и изучать. Это тайна воплощения. Бог стал человеком. Недавно была написана христианская песня, названная «Невероятная». Я ее перевел, и может, не будет рифмы, но все-таки «Невероятная». «Приди и увидишь несмысленное и поверь в невероятное. Бог пришел поселиться с нами, родившийся сын родился на земле Адама, обещанный исполняющий древние слова. Бог пришел поселиться с нами. Кто бы мог знать глубины о тайне Твоей благодати? Хотя наш разум не может принять, Господи, наши сердца наполнены хвалой». Тайна воплощения. Бог стал человек. Вторая мысль – результат воплощения. Что же воплощение Сына значит для верующих? Конечно, это не будет полный список, но то, что я думаю, есть в данном тексте Писания. Три мысли. Примирение грешного человека со Святым Богом. Новый Завет в крови Иисуса Христа. Более полное откровение Бога. Примирение грешного человека со Святым Богом. И Слово стало плотью и обитало с нами. Слово обитало тоже очень библейское слово. Есть книги или фильмы, которые мы очень хорошо знаем, потому что много раз смотрели их. Они считаются классики для нас. Если кто-то бы наполнил нам знакомую фразу из очень знакомой книги или фильма, мы бы могли мгновенно пересказать весь сюжет или всю главу той книги. Правда? Вот так же слово обитало должно переместить мышление слушателей снова в очень знакомую книгу исход в Ветхом Завете. Почему? Только послушайте греческое произношение слова, которое переведено в нашей русской Библии обитало. Это слово скинео или скиния. Это слово так и переводится поставить палатку или поставить шатер. Сам Бог слово стал человеческой плотью и был как бы скиний среди нас. Говорит апостол Иоанн, может не настолько много, как еврейский народ, но мы читатели и ценители всей Библии тоже знакомы со скинией. Что же это за особое ветхозаветное место? Мы помним из Ветхого Завета скиния это было место встречи. Место встречи небесного с земным. Именно там земное имело доступ к небесному. Это было место, где Бог пребывал, обитал в своей славе среди своего народа. Мы помним, это было место предназначено самим Богом для встречи грешного человека с Ним. Это там человек в лице священников и первосвященников имел доступ к Богу. И своей архитектурой и предназначенной очередностью служения это святое место говорило о святости Бога и греховности человека. Человек мог зайти в это место только пройдя через занавес, через преграду и только через принесенную жертву. Самое первое содержимое во дворе Скини и также в храме был алтарь для жертвы. Открыв входную дверь или входной занавес в Скини или храм первое, что видел, священник это жертвенник. И только после приношения жертвы, после пролитой крови священник передвигался дальше к умывальнику, где он полностью омывался, брал огонь из жертвенника и заходил через еще один занавес в святое место продолжить служение и только один раз в год в определенный день в день искупления и только первосвященник заходил через еще один занавес святое святых и окроплял кровью ковчег завета и приносил курение для умилостивления грехов самого священника и людей. это скиния ветхого завета там где небесное встречалось и примирялось с земным Рождество сам Бог принимает плод человека и приходит в мир апостол Иоанн говорит теперь Иисус Христос та скиния это он теперь храм он то место где встречается земное с небесным только в нем теперь есть примирение земного с небесным тайна воплощения это мудрость и чудо совершенного Бога что может быть более интимней как человек и Бог могут соединиться еще ближе как совершенное вечное и небесное может соединиться с сотворенным временным и земным больше чем воплощение Бога в плоть человека мы в своей немощи в своей плоти никак не можем к нему прийти для нас несовершенных грешных вход закрыт он сам по благодати пришел к нам воплощение иисуса христа верующий человек имеет примирение и доступ к святому богу занавес открыт евреям 10 глава 19 стих евреям 10 19 итак братья имея дерзновение входить во святилище посредством крови иисуса христа путем новым и живым который он вновь открыл нам через завесу то есть плоть свою вот почему братья и сестры больше нету физического храма на земле вот почему в Иерусалим прекрасно ездит для экскурсии но не для поклонения вот почему даже церковное здание место где собираются верующие люди хотя является важным местом где теперь действительно небесное и земное встречается не является храмом Ветхого Завета почему потому что Рождество потому что воплощение для верующего путь новый и живой это то что человек теперь посредством крови и именно плоти Иисуса Христа воплощению Иисуса Христа примирен со Святым Богом вот почему мы не приносим жертв и один раз в месяц вспоминаем кровь и плоть тела Иисуса Христа который страдав в теле в нашем естестве примирил верующих но грешных людей со Святым Богом что приводит нас ко второй мысли что же воплощение еще значит для верующих новый завет в крови Иисуса Христа невозможно думать о Рождестве о воплощении как сегодня уже было в стихотворении не думая о распятии как один человек выразился Бог Отец послал сына не Вифлеем а на Голгоф Иоанн говорит и от полноты его все мы приняли благодать на благодать ибо закон да он через Моисея благодать же и истина произошли через Иисуса Христа мы приняли благодать в чем эта благодать заключается есть определенная опасность для нас верующих уже нового завета братья и сестры принимая новый завет мы можем полностью пренебрегать ветхим да мы действительно верующие нового завета который есть завет совершенный в крови Иисуса Христа то что мы имеем это совершенней и лучше ветхого это новый завет это новый путь о котором с ожиданием говорили пророки но Бог ветхого и нового завета тот же Бог и мы порой делаем большую ошибку думая что Бог как-то изменился в своей природе в новом завете мы являемся только частью одной большой искупительной истории Библии смотрите как совсем по-другому выражается апостол Иоанн смотрите как он соединяет ветхий завет с новым он говорит мы приняли благодать на благодать запятая мысль продолжается в чем благодать на благодать ибо или потому что закон дан через Моисея благодать же истина произошли через Иисуса Христа через Моисея и через Иисуса Христа два посредника двух заветов один через Моисея и другой через Иисуса Христа Апостол Иоанн говорит о двух заветах. Тот, который был дан через Моисея, это тот, который пришел на горе Сина и с законом. Мы видим, как апостол Иоанн непрерывно, снова и снова в этом месте Писания приводит нас в Ветхий Завет. И тот, который был дан через Иисуса Христа, является новой и более совершенной, потому что пришел через Бога человека. Через Бога благодати и истины. Что интересно, что апостол Иоанн называет Ветхий Завет благодатью. Мы получили благодать на благодать. Благодать вместо уже полученной благодати. Говорится о умножении благодати. Благодать уже была. То, что Бог искупил и спас свой народ из Египта, заключил с ним Завет на горе Синай и дал закон, уже было благодатью Бога. Не по заслугам людей, говорит апостол Иоанн, но мы получили больше благодать. Как бы благодать на благодать. Здесь игра слов. Апостол Иоанн говорит, благодать переполнилась в Иисусе Христе. В чем это заключается? Большая благодать Нового Завета в том, что мы по благодати совершенно не заслуженно, не по своим делам искуплены из-под закона, который не могли сами исполнить. Первый Завет, хотя и был благодатью, или как апостол Павел, выражается в книге римлянам закон Бога благ. Но все-таки заключает каждого под бремя, невыносимое для нас грешников. Мы не можем исполнить закон. Апостол Павел в послании Галатам говорит, Галатам 4,4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Первый Завет, хоть и был благодатью Бога, заключал всех под закон и делал всех виновным, потому что никто не может исполнить закон. Вот почему Рождество. Вот почему Иисус Христос должен был прийти, и придя, Он искупил нас из-под закона и примирил нас с собой, и заключил новый Завет в Своей крови. Это и есть Евангелие. Евангелие заключается в том, что качества благодати и истины, хотя и всегда были качествами Бога, для нас стали более видны и более понятны в воплощении Иисуса Христа. Это Он показал нам, что такое благодать и что такое истина Бога. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Слово «произошли» не говорит в этом тексте Писания о оригинальном происхождении, как будто благодати и истины не было в Ветхом Завете. Лучше перевести это слово «реализованы». Благодать и истина реализованы в Иисусе Христе. Закон был дан, Моисей был просто посредником, закон был дан. Благодать и истина были реализованы в личности Иисуса Христа. Они осуществлены в воплощении Иисуса Христа. Вся Его жизнь на земле была воплощением этих двух божественных качеств. Как писатель, проповедник и богослов Кевин Де Янг пишет, Иисус был воплощением благодати. Он приветствовал грешников и сборщиков налогов и ел с ними. Он сострадал к толпам людей, когда они были голодны и вдали от дома. Он приветствовал маленьких детей, которые приходили и садились к Нему на колени. Он исцелял прокаженных, хромых и слепых. Он спас преступника на кресте, который на последнем вздохе признался, что умирающий рядом с Ним действительно был Сыном Божиим. Но Иисус был и полностью истиной. Он осуждал многих религиозных лидеров своего времени за ложь и лицемерие. Он говорил об Ате больше, чем о Рае. Он призвал всех тех, кто хотел быть Его учеником, ежедневно брать свой крест и следовать за Ним. Он пророчествовал о Суде Иерусалима за их нераскаившие сердца. Он подчинялся закону, устанавливая стандарты и требовал от Своих последователей всего, даже самой жизни. Иисус пришел от Отца, полной благодати и истины. Вся Его жизнь была одновременно совершенная благодать и совершенная истина. Но, конечно, конечно же, крест, конечно же, распятие Иисуса Христа является тем местом, где эти два божественных качества отображены в совершенстве. Именно на кресте благодать и истина встретились. Бог истинный и праведный, и грех должен быть наказанным. Но Бог является Богом благодати. Он отдал Сына Своего Единственного заплатить за нашу вину. Вот почему Иисус страдал, и вот почему Он пришел. В Его крови мы имеем Новый Завет. Последняя мысль. Что воплощение значит для нас сегодня более полное откровение Бога? 18 стих. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, о чем Он явил. Мы только что размышляли, сам Бог говорит Моисею. Никто не может видеть Меня и жить. Человек не может видеть Бога в Его совершенстве и остаться в живых. На днях шел прекрасный снег. Какой прекрасный подарок на Рождество, правда? Представьте себе, братья и сестры, можно поймать одну маленькую, красивую, хрупкую снежинку в перчатку. Если занести ее домой и преподнести к яркому огню печки, то она моментально исчезает. Как будто ее и не было. Но даже это не сравнится с тем, что будет с грешным человеком, если он предстанет перед Святым Богом в Его совершенстве. В прошлый раз, когда я проповедовал, я проповедовал из книги Исаия, 6 глава. Исаия увидел Бога даже в ограниченной славе и увидел себя падшим грешником. В чем благодать и слава Рождества? Это тот же Бог принял образ человека и пришел к нам. Недоступный стал доступным, вечный стал во времени. Иисус Христос явил нам Бога, открыл нам Бога. Иисус находится в совершенной близости с Отцом. Написано в недре, о чем это говорит, о интимной близости в Тройце. Он открывает его нам. Познавая Иисуса Христа, мы познаем Бога. Смотря на Иисуса Христа, мы смотрим на Бога. Как один проповедник выразился, «Хочешь знать характер Бога? Изучай Иисуса Христа. Хочешь знать святость Бога? Изучай Иисуса Христа. Хочешь знать гнев Бога? Изучай Иисуса Христа. Хочешь знать прощение Бога? Изучай Иисуса Христа. Хочешь знать славу Бога? Изучай Иисуса Христа. Мы можем познавать Бога, потому что Иисус воплотился, потому что Рождество». Заключение. Интересно проследить тему славы и присутствие Бога во всем Писании. Адам и Ева находились в присутствии Бога и Его славе, но согрешив, они были извергнуты, из Эдема произошло разделение. Далее в Ветхом Завете Бог находился в шатре посреди израильского стана, но народ согрешил. И Моисей взял и поставил себе шатер вне стана. Написано «вдали от стана». Исход 33,7. Снова разделение. Дальше в Ветхом Завете Бог находился во славе в храме, но народ согрешил и начал поклоняться ложным богам. И слава Божия покидает храм. Езекииль, 10 глава. Снова разделение. Все картины храма или присутствие Бога с людьми в Ветхом Завете показаны несовершенными и временными. Бог пребывает с людьми, человек грешит, грех создает разделение между людьми и Богом. Грех – причина разрыва. Все эти иллюстрации Ветхого Завета говорят и как бы создают ожидание чего-то славнее, чего-то лучше. И, конечно, мы получаем ответ в Рождестве Иисуса Христа. Сам Бог пришел в мир в образе человека обитать с людьми и примирить их с собой. Иисус приходит обитать с людьми, но в этот раз Он решает и вопрос наказания и силы греха. Взяв на себя всю вину греха, умирает на кресте, заплатив полностью плату, воскресает, побеждает смерть и восходит к Отцу. И, поверив в Него, по благодати мы имеем прощение грехов, примирение и спасение, уверенность и надежду на спасение. Но опять наш опыт и путь на земле говорит, что и на этом не все. Наш грех, будучи уже спасенными, например, наше раздражение и злость на самых близких нам людей, наше нетерпение к своим собственным любимым детям, наша гордость и надменность к братьям и сестрам, наш материализм и желание обогатиться, наша неблагодарность и так далее, все это снова создает ожидание чего-то лучше, более совершенней, дело в том, что Писание не останавливается на Рождестве и даже не на Кресте. Мы ждем искупления наших греховных, несовершенных тел, мы ждем встречу с Иисусом Христом, мы ждем вечность, где мы будем находиться в совершенной и вечной славе и присутствии Бога, и там не будет греха, и там не будет разрыва, и там не будет храма. Откровение 21-22. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. там не будет здания храма, потому что земное станет совершенно небесным. А до того момента мы ожидаем и ждем Иисус Христос, наш храм уже сегодня и в вечности, в совершенстве будет. Аминь. Давайте мы помолимся вместе. Спасибо.